Вторая часть Морализонского балета. Мы начинаем сначала. Пожалуйста, скажите нам, насколько хорошая связь. Мы просто переключили здесь кое-что. Надеемся, что сейчас прерываний не будет. Ждем, когда кто-то подключится и даст нам знать. Вот, Вадим уже подключился. Спасибо большое, Вадим. Как слышно? Прием! Прием! Как слышно? Надеюсь, что слышно у нас хорошо. Вот. И мы начнем сначала, значит. Раз технические были у нас какие-то сложности. Мы начнем читать книгу пророка Иезекииля 46 главы. Спасибо большое, Вадим. Сказали, что отлично нас слышно. 46 глава книги пророка Иезекииля. Так говорит Господь Бог. Ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение шести рабочих дней. А в субботний день они должны быть отворены. И в день новомесяча должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет уверее этих ворот. И священники совершат его стесожжение и благодарственную жертву. И он у порога ворот поклонится Господу и выйдет. А ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесяча. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из шести ангцев без порока и из овна без порока. Хлебного приношения Ефа на овна, а на ангцев хлебного приношения, сколько рука его подаст. А елея гин на Ефу. В день новомесяча будут приносимы им из ста заволов телец без порока, также шесть ангцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет Ефу на тельца и Ефу на овна, а на ангцев сколько рука его подаст. И елея гин на Ефу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить пред лицу Господа в праздники, то вошедший с северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными. А вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которые вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он. И когда они выходят, выходит и он. И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по Ефи на Тельца, и по Ефи на Амна, а на Агнцев сколько подаст рука его, и Елея погину на Еву. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день. И после всего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу на всесожжение однолетнего Агнца без порока, каждое утро приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть Ефы и Елея третью часть Гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносит всесожжение Агнца и хлебное приношение и Елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь даст, дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство его и его сыновья. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратиться к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенных к северу. И вот там одно место на краю к западу. И сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И выбил меня на внешний двор, и пробил меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. И во всех четырех углах двора были покрыты дворы в сорок локтей длины и тридцать ширины. Одной меры во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стены. А у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне, вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Глава сорок седьмая. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пришел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня, и воды было поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежала плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и по другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды ее сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Янгади до Янглайма. Будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в Большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и с другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевании. Так говорит Господь Бог. Вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие двенадцатиколеном Израилю. Иосифу два удела. И наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля сия наследием вашим. И вот предел земли на северном конце, начиная от Великого моря, через Хитлон, по дороге в Цедат, Ямав, Юбберот, Севраим, находящийся между Дамаскою и Ямавской областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до Гацар-Янон, граница с Дамаском и далее на севере область Ямав и вот северный край. Черту восточного края видите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильскую по Иордану. От северного края до восточного моря это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вот перерекания при Кадисе и по течению потока до Великого моря это полуденный край на юге. Западный же предел Великое море от южной границы до места против Ямафор это западный край. И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию и наследию себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых, в котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хитлона, ведущей в Вимах, Гецер-Энон, от северной границы до Маска по пути к Мафу, все это от востока до моря один удел Дамы. Подле границы Дамы от восточного края до западного это один удел Асиру. Подле границы Асира от восточного края до западного это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного это один удел Манасии. Подле границы Манасии от восточного края до западного это один удел Ефрему. После границы Ефрема от восточного края до западного это один удел Рувиму. Подле границы Рувима от восточного края до западного это один удел Иуде. А подле границы Иуды, от восточного края до западного, священный участок, шириной в 25 тысяч тростей, а длиной наравне с другими уделами. От восточного края до западного, среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиной будет 25 тысяч, а шириной в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч и к морю ширину 10 тысяч, и к востоку ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей. Извреди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня и святынь, у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять, и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 5 тысяч в ширину, с 25 тысячами на длину, назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместе. Город будет в середине. И вот размеры его. Северная сторона 4500, и южная сторона 4500, на 4500, на 4500 тростей. А предместе города к северу 250, и к востоку 250, и к югу 250, и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу, против священного участка произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок на 25 тысяч длины и 25 тысяч ширины четырехугольной выделится священный удел, со включением владений города. А основное князю, как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против 25 тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмеренно с всеми уделами удел князю. Так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что владений левицких и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен от восточного края до западного один удел Вениамину. Подле границы Вениамина от восточного края до западного один удел Симеону. Подле границы Симеона от восточного края до западного один удел Иссахару. Подли границы из Сахара от восточного края до западного один удел Заволона. Подли границы Заволона от восточного края до западного один удел Гада. А подли границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам Пререкания при Кадисе вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленом Израилевым и вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города. К северной стороне меры 4500 и ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот. Ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левины одни. И с восточной стороны мера 4500 и трое ворот. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны мера 4500 и трое ворот. Ворота Симеоновы одни, ворота Сахарова одни, ворота Заволоновы одни. С морской стороны мера 4500. Ворот здесь трое тоже. Ворота Гадовы одни, ворота Осирова одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч. А имя городу с того дня будет Господь там. Книга пророка Даниила, глава первая. Книга пророка Даниила, глава первая. Книга пророка Даниила Волтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь, потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. И начальник Евнухов сказал Даниилу. Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавия, нежели у отроков сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виноватую пред царем. Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник Евнухов представил Даниилу, Ананию, Мисаилу и Азари. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение десяти дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушал их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушание и вино для питья и давал им овощи, и даровал Бог четырем-семь отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их на выходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Ананию, Мисаилу и Азари, и стали они служить перед царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волков, какие были во всем царстве его, и был там Даниил до первого года царя Икира. Глава вторая. 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 и сокровенная, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему, не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его. Даниил отвечал царю и сказал, тайны, о которые царь спрашивает, не могу открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Новоходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после всего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою и страшен был бит его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, бессодействие рук, ударил истукана железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный дарвал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил от тебя владыку над теми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над теми землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все так, и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкая, частью хрупкая. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства. А само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горыни руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Мухаданусор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благомонное курение. И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над Сирию, областью вавилонскую и главным начальником над теми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он оставился драхами Сахаевдинага над делами страны вавилонской. А Даниил остался при дворе царя. Глава третья. Царь Новохаданусор сделал золотой истукан, вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Диири в области вавилонской. И послал царь Новохаданусор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, влюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Новохаданусор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные суди, казнохранители, законоведцы, влюстители суда и все областные правители на открытие истукана, который Новохаданусор-царь поставил и стали перед истуканом, который возник Новохаданусор. Тогда глашат и рука воскликнул. Объявляется вам, народы, племена и языки. В то время, как вы услышите звук трубы, свирели, цитры, певницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которую поставил царь Новохаданусор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь раскаленную огню. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, который поставил Новохаданусор-царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев и сказали царю Новохаданусору, царь во веки живи. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь раскаленной огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрахмисаха и Авдинага. Эти мужи не повинуются по велению твоему, царь, богам твоим не служат и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются. Тогда Новохаданусор во гневе и ярости повелел привести Сидрахмисаха и Авдинага и приведены были эти мужи к царю. Новохаданусор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрахмисаха и Авдинага, богам моим не служите и золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите, Звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии Всякого рода музыкальных орудий Падите и поклонитесь истукану, который я сделал Если же не поклонитесь, то в тот же час Будете брошены в печь, раскаленную огнем И тогда какой бог избавит вас от руки моей И отвечали Сидрахмеса Хердинага И сказали царю Новохадансару Нет нужды нам отвечать тебе на это Бог наш, которому мы служим Силен спасти нас от печи, раскаленной огнем И от руки твоей царь избавит Если же и не будет того То да будет тебе известно, царь Что мы богам твоим служить не будем И золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся Тогда Новохадансар исполнился яростей И ведь лица его изменился на Сидрахмеса Хердинага И он повелел разжечь печь в семь раз сильнее Нежели как обыкновенно разжигали ее И самым сильным мужам из войска своего Приказал связать Сидрахмеса Хердинага И бросить их в печь, раскаленную огнем Когда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем В головных повязках и в прочих одеждах своих И брошены в печь, раскаленную огнем И как повеление царя было строго И печь раскалена была чрезвычайна То пламя огня убило тех людей И которые бросали Сидрахмеса Хердинага А сии три мужа Сидрахмеса Хердинага Упали в раскаленную огнем печь связанные Новохадансар царь изумился и поспешно встал И сказал им мужем своим Не троись ли мужей бросили мы в огонь связанными Они в ответ сказали царю истинно так царь На то он сказал Вот я вижу четырех мужей несвязанных Ходящих среди огня и нет им вреда И ведь четвертого подобен сыну Божию Тогда подошел Новохадансар кустью печи Раскаленной огнем и сказал Сидрахмеса Хердинага Рабы Бога Всевышнего Выйдите и подойдите Тогда Сидрахмеса Хердинага Вышли из среды огня И собравшись сатрапы Наместники, военачальники, советники царя Усмотрели, что над телами мужей сих Огонь не имел силы И волоса на голове не опалены И одежды их не изменились И даже запаха огня не было от них Тогда Новохадансар сказал Благословен Бог Сидрахмеса Хердинага Который послал ангела своего И избавил рабов своих Которые надеялись на него И не послушались царского повеления И придали тела своей огню Чтобы не служить И не поклоняться иному Богу Кроме Бога своего И от меня дается повеление Чтобы из всякого народа, племени и языка Кто произнесет хулу на Бога Сидрахмеса Хердинага Был изрублен в куски И дом его обращен в развалины Ибо нет иного Бога Который мог бы так спасать Когда царь возвысился Сидрахмеса Хердинага В стране Вавилонской Новохаданусарь царь Всем народам, племенам и языкам Живущим по всей земле Мир вам да умножится Знамения и чудеса Какие свершил надо мною Всевышний Бог Угодно мне возвестить вам Как велики знамения его И как могущественны чудеса его Царство его, царство вечное И владычество его В роды и роды Глава четвертая Я на Муходоносах Спокоен был в доме моем И благоденствовал в чертогах моих Но я видел сон, который устрашил меня И размышления на ложе моем И видение головы моей Смутили меня И дано было мне Повеление привести ко мне Всех мудрецов вавилонских Чтобы они сказали мне значение сна Тогда пришли тайновидцы Обаятели, халдеи и гадатели И рассказал им сон Но они не могли мне объяснить значение его Наконец вошел ко мне Даниил Которому имя было Валтасар По имени Бога моего И в котором Дух Святого Бога Ему рассказал им сон Валтасар глава мудрецов Я знаю, что в тебе Дух Святого Бога И никакая тайна не затрудняет тебя Объясни мне видение сна моего Которое я видел и значение его Видение же головы моей На ложе моем были такие Я видел Вот среди земли дерево весьма высокое Большое было это дерево и крепкое И высота его достигала до неба И оно, видимо, было до краев Всей земли Листья его прекрасные И плодов на нем множество И пища на нем для всех Под ними находили тень полевые звери И в ветрях его гнездились птицы небесные И от него питалась всякая плоть И видел я в видениях головы моей На ложе моем И вот мне шел с небес бодрствующий и святой Воскликнув громко он сказал Срубите это дерево Обрубите ветви его Стрясите листья с него И разбросайте плоды его Пусть удалятся звери из-под него И птицы светле его Но главный корень Не оставьте в земле И пусть он в узах железных И медной среди полевой травы Орошается небесную росу И с животными пусть будет часть его В траве земной Сердце человеческое отнимется от него И даст ему сердце звериное И пройдут над ним семь времен По велениям благободрствующих Это определено И по приговору святых назначено Дабы знали живущие Что Всевышний владычествует Над царством человеческим И дает его кому хочет И поставляет над ним умничиженного Между людьми Такой сон видел я Царного ходоноса А ты, Валтасар, скажи значение его Так как никто из мудрецов В моем царстве Не мог объединить его значение А ты можешь Потому что дух святого бога в тебе Тогда Даниил, которому имя Валтасар Около часа пробыл в изумлении И мысли его смущали его Царь начал говорить и сказал Валтасар Да не смущает тебя этот сон И значение его Валтасар отвечал и сказал Господин мой Твоим бы ненавистникам этот сон И врагам твоим значение его Дерево, которое ты видел Которое было большое и крепкое В изотру свое и достигало до небес И видимо было по всей земле На котором листья были прекрасные И множество плодов И пропитание для всех Под которым обитались звери полевые И в ветвях Которого гнездились птицы небесные Это ты, Царь Возвеличившийся и укрепившийся И величие твое возросло И достигло до небес И власть твоя до краев земли А что Царь видел бодрствующего и святого Сходящего с небес Который сказал Срубите дерево И истребите его Только главный корень его Оставьте в земле И пусть он в узор железных и медных Среди полевой травы Орошается росуя небесную И с полевыми зверями Пусть будет часть его Доколе не пройдут на нем Всем времен То вот значение этого Царь И вот определение Всевышнего Которое постигнет Господина моего царя Тебя отлучат от людей И обитание твое Будет с полевыми зверями Тройвою будут кормить тебя Как вола Росуя небесную Ты будешь орошаем И семь времен Пройдет над тобою Доколе познаешь Что Всевышний Младычествует Над царством человеческим И дает его Кому хочет А что повелено было Оставить главный корень дерева Это значит Что царство твое Останется при тебе Когда ты познаешь Власть небесную Посему царь Да будет благоугоден Тебе совет мой Искупи грехи твоей Правдою И беззаконие Твоим милосердием К бедным Вот чем можешь продлиться Вот чем Может продлиться Мир твой Все это сбылось Над царем Науходоносором По прошествии Двенадцати месяцев Расхаживая По царским чертогам В Вавилоне Царь сказал Это ли не величественный Вавилон Который построил Я в дом царства Силу моего могущества И в славу Моего величия Еще речь Я была в устах царя Как был с неба голос Тебе говорят Царь на уходоносор Царство Отошло От тебя И отлучат тебя От людей И будет обитание Твое С полевыми зверями Травою будут Кормить тебя Как волна И семь времен Пройдут над тобою Да коли познаешь Что Всевышний Владычествует Над царством человеческим И дает ему Кому хочет Тотчас и исполнилось Слово Над на уходоносором И отлучен Он был от людей Ел траву Как вол И орошалось тело Его росуя небесную Так что волосы У него выросли Как у льва И ногти У него Как у птицы По окончании Жидней тех Я на уходоносор Возвел глаза Моя к небу И разум И возвратился Ко мне И благословил Я Всевышнего Восхвалил И прославил Присносущего Которого Владычество Владычество Вечное И которого Царство Вроды И роды И все Живущее На земле Ничего не значит По воле своей Он действует Как в небесном Воинстве Так и у живущих На земле И нет никого Кто мог бы Противостать Руки его И сказать ему Что ты сделал В то время Возвратится Ко мне Разум мой И к славе Царства моего Возвратились Ко мне Сановитость И прежний вид мой Тогда взыскали Меня советники Мои И вельможи Мои И я восстановлен На царство моё И величие Моё Еще более Возвысилось Ныне я На уходонос Расславлю Превозначу И величаю Царя Небесного Которого Все дела Истины И пути Праведны И который Силен Смиреть Ходящих Гордо Глава Пятая Волтасар Царь Сделал Большое Пешество Для тысячи Вельмож Своих И перед глазами Тысячи Пил вино Вкусив Вина Волтасар Приказал Принесть Золотые Серебряные Сосуды Которые На уходонос Отец Его Вынес Из храма Иерусалимского Чтобы пить Из них Царю Вельможам Его Женам Его И наложницам Его Тогда Принесли Золотые Сосуды Которые Были Взяты Из Святилища Дума Божия В Иерусалиме И пили Из них Царь И вельможи Его И жены Его И наложницы Его Пили вино И славили Богов Золотых И серебряных Медных Железных Деревянных Каменных В тот Самый Час Вышли Персты Руки Человеческой И писали Против Лампады На извести Стены Чертога Царского И царь Видел Кисть Руки Которая Писала Тогда Царь Изменился В лице Своем Мысли Его Смутили Его Связи Чересли Его Ослабели И колено Его Стали Биться Одно Другое Сильно Закричал Царь Чтобы Привели Обаятелей Халдеев И гадателей Царь Начал Говорить И сказал Мудрецам Авилонским Кто Прочитает Это Написанное И объяснит Незначение Его Тот Царицы Царя Но Не могли Прочитать Написанного И объяснить Царю Значение Его Царь Волтасар Чрезвычайно Встревожился И ведь Лица Его Изменился На нем И вельможи Его Смутились Царица По поводу Слов Царя И вельмож Его Вошла В палату Пиршества И начала Говорить Царице И сказала Царь Во веки Живи Да не Смущают Тебя Мысли Твои И да Не изменяется Ведь Лица Твоего Есть Царство Твой Муж В котором Дух Святого Бога Во дне Отца Твоего Найдены Были В нем Свет Разум И Мудрость Подобная Мудрости Богов И царь На выход Носер Отец Твой Поставил Его Главой Тайноведцев Обаятелей Халдеев И гадателей Сам Отец Твой Царь Потому Что В нем В Данииле Которого Царь Переименовал Валтасаром Оказались Высокий Дух Ведение И разум Способный Изъяснять Сны Толковать Загадочные И разрешать Узлы Итак Пусть Призовут Даниила И он Объяснит Значение Тогда Введен Был Даниил Предцаря И царь Начал Речь И сказал Даниилу Ты ли Даниил Один Из плененных Сынов Иудейских Которых Отец Мой Царь Привел Из Иудеи Трицы И обоятся И чтобы Прочитать Это написанное И объяснить Значение Его Но они Не могли Объяснить Мне этого А тебе Я слышал Что ты можешь Объяснять Значение И разрешать Узлы Итак Если можешь Прочитать Это написанное И объяснить Мне значение Его То облечен Будешь Багреницу И золотая Цепь Будет На шее Твоей И третьим Властелином Будешь В царстве Тогда Отвечал Даниил И сказал Царю Дары Твои Пусть Останутся У тебя И почести Отдай Другому А написанное И прочитаю Царю И значение Объясню Ему Царь Всевышний Бог Даровал Отцу Твому На выходоносеру Царство Величие Честь И славу Предвеличием Которого Он дал Ему Все народы Племена Языки Трепетали И страшились Его Кого Хотел Он убивал И кого Хотел Оставлял В живых Кого Хотел Возвышал И кого Хотел Унижал Но Когда Сердце Его Надмилось И дух Его Ожесточился До дерзости Он был Свержен Царского Престола Своего И лишен Славы Своей И отлучен Был от Сынов Человеческих И сердце Его Подобило Звериному И жил Он С дикими Ослами Кормили Его Травою Как Вола И тело Его Орошаемо Было Небесной Росою И доколе Он Познал Что Над царством Человеческим Владычествует Всевышний Бог Поставляет Над Ним Кого Хочет И ты Сын Его Волтасар Не смирил Сердце Твоего Хотя Знал Все Это Но Вознесся Против Господа Небес И сосуды Дома Его Принесли К тебе И ты Вельможи Твои Жены Твои Наложницы Твои Пили Из них Вино И ты Славил Богов Серебряных И золотых Медных Железных И деревянных И каменных Которые Не видят И не слышат Не разумеют А Бога В руке Которого Дыхание Твое У которого Все пути Твои Ты не прославил За это И послана От него Кисть руки Начертана Это Писание И вот Что Начертано Мени Мени Текл У парсин Вот И значение Слов Мени Исчислил Бог Царство Твое И положил Конец Ему Текл Ты взвешен На весах И найден Очень легким Перес Разделено Царство Твое И дано Медянам И персам Тогда По повелению Волтасара Облетели Даниила В багреницу И возложили Золотую цепь На шею его И провозгласили Его третьим Властелином В царстве В ту же Самую ночь Волтасар Царь Колдейский Был убит И Дарий Медянин Принял царство Будучи 62 лет Глава Шестая Угодно Было Дарию Поставить Над царством 120 сатрапов Чтобы они были Во всем царстве И над ними Трех князей Из которых Один был Даниил Чтобы сатрапы Давали им отчет И чтобы царю Не было никакого Обременения Даниил превосходил Прочих князей И сатрапов Потому что В нем был Высокий дух И царь помышлял Уже поставить Его над тем царством Тогда князья И сатрапы Начали искать Предлога К обвинению Даниила По управлению Царством Но никакого Предлога И подречности Не могли найти Потому что Он был верен И никакой Погрешности Или вины Не оказывалось В нем И эти люди Сказали Не найти нам Предлога Против Даниила Если мы Не найдем Против него В законе Бога Его Тогда эти Князья И сатрапы Приступили к царю И так сказали ему Царь Дарий Во веки живи Все князья Царства Наместники Сатрапы Советники И его начальники Согласились между собой Чтобы сделано было Царское постановление И издано повеление Чтобы кто В течение 30 дней Будет просить Какого-либо Бога Или человека Кроме тебя Царь Того бросить В львиный рог И так Утверди Царь Это определение И подпиши указ Чтобы он был Неизменен Как закон Медийский И персидский И чтобы он Не был нарушен Царь Дарий Подписал указ И это повеление И это повеление Даниил Даниил Узнав Что подписан Такой указ Пошел в дом Свой Окна же В горнице Его были открыты Против Иерусалима И он Три раза в день